Добрый день! 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 конструкции вот этого строения, и я решила его сделать. В принципе, в самом начале, как вы можете сейчас заметить, участок действительно выстроен именно так, как он был, можно сказать, изначально. То есть, имеется в виду, как я придерживалась просто плана. Но потом я поняла, что лучше, как говорится, немножко разнообразить данный участок. Единственное, конечно, это, как говорится, все в дальнейшем. Сейчас основная задача, это просто пока выстроить так, как это было по плану. Мне очень понравилась его конструкция, то есть, именно покатые крыши. Я не очень использую подобные, вот, например, покатые крыши. Мне очень нравятся прямые крыши, нравятся крыши четко под углом и так далее, и так далее. Как-то я стараюсь все-таки крыши не закруглять, если оно того не имеет смысла. Потому что закруглять крыши имеет смысл, например, в каких-то домах в классическом стиле, например. Вот, а в современных домах как-то я еще не использовала подобный декоративный элемент. Поэтому как-то стараюсь все-таки, да, раз я этим не пользуюсь, да, если я, например, не умею этим орудовать, да, ну, как бы я этого и не использую. Вот, а тут мне очень понравился, я решила как раз, да, таким образом разнообразить это. И, соответственно, вот такая конструкция, она сразу выстроилась. И мне, в принципе, это понравилось. Единственное, да, в дальнейшем я, соответственно, это переделаю. То есть, покатая крыша, она будет не слева, а справа. Вот, так как это все-таки ночной клуб, я, кстати, специально выбрала, что это будет именно не просто бар, по-моему. Потому что у бара были показатели немножко меньше. Вот, поэтому, то есть, там надо было просто, по-моему, поставить там барную стойку и пару стульчиков, диванчик, может быть, и все. Вот, мне именно хотелось создать заведение, где можно не просто провести время, а именно, соответственно, отдохнуть. Вот отсюда здесь и отследует именно название данного участка. Признаюсь, очень я мучилась с названием. Вот, но в то же время, как говорится, все-таки подобрала. Но я точно знала, что за этот участок он будет лаунж-бар. Лаунж, в принципе, если вам это неизвестно, что это такое, как правило, это заведение с такой легкой, небольшой фоновой музыкой, в которой ты заходишь, например, чтобы просто отдохнуть. Например, в те же самых кафе есть музыка. Вот, единственное, только они отличаются тем, что в кафе может быть как-то вот обычная обстановка. Вот, а в лаунж-барах, как правило, она такая более интимная, более приглушенная. То есть, знаете, расслабляющая, будем так, в общем, говорить. И, в принципе, мне это и понравилось. Вот, эту цель я и стала дальше преследовать. Ну вот, мои хорошие, после того, как, соответственно, вся конструкция была почти готова, я решила уделить внимание фасаду здания. Конечно же, здесь потребовалось действительно много всяких элементов, небольших таких нюансов. Конечно же, декора, кстати говоря, о декоре. Мне действительно очень хотелось сделать именно из вот этой всякой интересной подсветки, всяких интересных, незамысловатых вроде бы элементов, таких декоративных элементов, что-то хотелось сделать фантастичное. Ведь, в конце концов, это ночной клуб, как-никак. Вот, которым действительно можно провести отлично. Ну, просто отлично, да, потусить. И вообще замечательно провести время. Как одному, так и с компанией, соответственно. Конечно же, был упор сделан именно на ночной тематике. Соответственно, как это будет выглядеть ночью. И из-за этого я сделала упор, конечно, как раз на освещение. Сначала, конечно, я все думала, каким освещение сделать. То есть, мне хотелось как-то поиграть, разнообразить его цвет, сделать и так далее, так далее, так далее. Потому что, когда я только задумывала данный участок, я точно знала, что будет черный. Черный и красный, да. Вот. Ну, как-то вот задумывался вот участок. Ну, что ж ты с этим поделаешь? Мы не будем говорить о том, что они так постоянно в этом стиле, в этом цвете, да, строят, в этих цветах. И все, в общем, можно сказать, делают, да. Также я хотела очень все-таки бирюзовый внести. Мне в последнее время, как я уже не раз говорю, тоже нравится бирюзовый. И я действительно решила сделать и на этом тоже акцент. Ну, а учитывая, что здесь все-таки есть как небольшой такой бассейн, ну, будем так говорить, в общем, фонтан. Бассейн еще будет, кстати говоря. Да, на самом-самом верху. Вот, я решила сделать, помимо черного и серого, добавить еще, конечно же, два цвета. То есть не только красный, но еще и бирюзовый оттеночек. Очень, кстати, здорово получилось. И в этом вы можете эти как раз цвета, вы можете заметить, как на тех же фонтанах. Вот, я решила им таким образом раскрасить, можно сказать. И также наверху потом. В декоре иногда элементы какие-то будут встречаться. Но в основном, конечно, я сделала упор только на красном цвете. Вот, то есть это основной, будем так говорить, цвет. Также мне очень хотелось действительно сделать такое, знаете, много-много воды. Чтобы создалось такое впечатление, это не только ночного клуба, вот, а вот некого, знаете, такого помпезного, как казино или еще что-то в этом роде. Кстати, насчет казино. Я все-таки надеюсь, что в Симсе появится что-то подобное. Было бы тоже неплохо это реализовать. Вот, действительно, может быть, действительно игровой набор, например, такой создадут. Ну, ладно, как говорится, не будем с вами загадывать. Будем просто ждать. Вот. Ну, и сейчас вы можете заметить, что я уже решила выстроить небольшую вот такую вот, как бы, ммм, такую, можно сказать, как смотровую площадку. Но потом поняла, что лучше здесь сделать не площадку, а именно как такой, знаете, некий аппендикс, да. То есть выступающую часть как раз над фонтаном самим, то есть над водичкой, чтобы так красиво все было. Вот. Вообще, мне очень нравится действительно делать участок с водой. То есть вода и много-много воды, да, и отражение вот этого всяких там бликов, блесков и прочего-прочего-прочего. Фонтан, в общем, освещение. Если это все гармонично сделано, все это в сочетании таком идет, все в таком идет симбиозе, прям, ну, супер. Сразу признаюсь, меня лично постоянно охватывает чувство прекрасного, что ли, в этом отношении. То есть чувство превос... что-то такое прекрасное, да, то есть впечатляет, вот, мои хорошие. Я подобрала как-то слово в этом отношении. Вот. Ну, а так как я выстроила, соответственно, с левой стороны действительно вот эту вот, как верхнюю часть, вот, над водой, я решила сделать, соответственно, что повторить и немножко справа. Но справа, соответственно, вот эта вот выступающая часть, она будет поменьше, потому что я уже точно примерно начала загадывать, ну, вот, будем так говорить, планировать, что там, скорее всего, будет как раз располагаться лестница, вот. Потому что как-то вот примерно-примерно, как говорится, когда ты строишь, ты уже начинаешь как-то вот выстраивать это у себя в голове, что примерно где будет. Сразу признаюсь, мои хорошие, что я вроде как вот, ну, не планировала особо такого большого участка. Вот. Хотя отмечу, что участок, на котором строился данный дом, размером 40 на 30. То есть это, в принципе, не маленький участок. Вот. И все дело заключается в том, что почему как бы я не планировала большой участок? Прикол в том, что на больших участках, как правило, Сима начинает немножко так разбредаться. То есть расползаться по участку, это всегда неприкольно получается. То есть, например, барная стойка в одном месте, там где-то, я не знаю, посидеть в другом месте и так далее, так далее, так далее. То есть мне не хотелось вот этого раздрая конкретного по участку. Поэтому в данном случае я все-таки решила, что даже если у меня так и получается, да, вот, немножко по разным местам. Но при этом, при этом я все-таки решила, что у меня будет сохранена вот эта вот, сохранена целостность вот на участке. Поэтому, в принципе, можно считать, что основная часть, основное место действия, вот, место действия, конечно же, оно в самом низу, то есть на первом этаже. Вот. А как раз именно вот как вот вы идете, да, по дорожке перед фасадом, то есть если встать перед входом здания, вот, соответственно, вы идете и там видите сразу барную стойку. Это и есть основное место действия. Вот. Дальше, соответственно, слева можете быстренько найти, конечно же, туалет. Там стоит рядышком туалетик. Как раз для тех, кто, наверное, теряется, ну, там много выпьет и так далее. Вот. И теряется, как говорится, в пространстве и прочем, 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 прочем. Вот. Ну, дабы Сим не терялся или вы, рядышком находится туалет. Единственное, как бы, отмечу, что данный туалет, он общественный, ну, то есть общий, вот. Тогда на тот момент не было вот этого обновления, то есть это был участок сделан до обновления, поэтому до того обновления, когда пришло разделение на женский туалет и мужской туалет, вот. Ну, а так бы я, конечно, с удовольствием бы, наверное, перейдяла данный участок, но уже не стала, как говорится, это трогать, потому что я полюбила данный участок, так как он вообще есть. Вот. Вот. Единственное, конечно, больше внимания уделено в основном декору, декоративным элементам, декоративным всяким, ну, подсветкам, так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, места действия, где вы можете потусить, я решила сделать мало. Вот. Соответственно, вот этот бар, который находится на первом этаже, вон тот, получается, как бы, на втором этаже, как вот можете заметить, сейчас над фонтаном вот это вот участочек отличный получился, я решила там разместить сцену. Ну, соответственно, для живой музыки, будем так говорить, да, то есть, там сцена находится, будут столики стоять, вот, то есть, там можно будет действительно отдохнуть, но это еще не полностью лаунж. Сам лаунж, конечно же, будет находиться именно вот рядышком, где я сделаю сидушечки с этими, с диванчиками. В принципе, здорово получится, сразу признаюсь, сразу такой лаунж лаунжем. Вот, ну, а, соответственно, на третьем этаже, так как у меня все-таки была задумка сделать здесь, на данном участке, бассейн, я действительно решила расположить там не только бассейн, но и джакузи. Как говорится, там будут диванчики, где можно посидеть будет и провести отлично время. Вот, мои хорошие. Ну, что ж, сейчас вы можете заметить, как уже, в принципе, участок, конструкция, вот, участка полноценно выстроилась именно такая, как она будет уже почти итоговая, вот. Потому что, конечно же, изначально вы могли заметить, что, действительно, тот, который, план, которого я придерживалась, он был немножко такой, ну, надо было, как говорится, довести до ума его, да. Вот, ну, и сейчас я стала использовать такие всякие декоративные элементы. Действительно, этот участок просто, ну, полон декоративных элементов. И, я сразу признаюсь, мне, конечно же, хотелось на этом отыграться. Мне это сразу понравилось, да, и я действительно решила их использовать, и я очень рада, что у меня так, в принципе, получилось это сделать. Также, конечно же, так как это, да, напоминаю ночной клуб, участок полон подсветки. Найкрасивейшей просто подсветки, которая просто, ну, шикарно дополняет данный участок. Вот. Сейчас, после того, как я сделала первый этаж, я занята, конечно же, строительством второго этажа. Прикол заключается только в другом. У меня сразу начали возникать некоторые догадки по тому поводу, что же будет у меня располагаться на втором этаже. Ведь, действительно, тут была сложность. Я точно знала, что я хочу сделать, ну, соответственно, барную стойку, там, где будут выступать те же самые стендаперы, или, допустим, музыканты, которые исполнители, да, приходят в клуб, вот, чтобы вот это была реально живая музыка. Ну, и в то же время, конечно же, место посидеть. И тут возникла сложность. Что же делать, и как это, куда что располагать. Вот. И изначально я преследовала цель, что, возможно, у меня будет очень маленький бассейн. Вот. Ну, а потом, как говорится, благо все встало на свои места, и получилось очень даже круто. Субтитры подогнал «Симон» Сейчас я начала заниматься планировкой, как я отмечаю ранее. Я говорила, что я уже точно знала, что вот в этой правой части, где будут, где стоят такие большие окна, у меня точно будет располагаться большая-большая прибольшая лестница. Вот. Ну, а на самом, соответственно, верхнем этаже, то есть, да, на втором, будет располагаться бассейн. То есть, как получается, он располагается на третьем. Правда, получается, что глубину он занимает почти весь второй этаж. Вот это действительно было здорово. То есть, сначала я сделала его маленьким, и потом подумала, блин, какая-то фигня. Получается какой-то, какой-то ужас, честно признаюсь. То есть, это не дело, да, то есть, так, например, делать бассейн. Вот. Потому что мне хотелось, чтобы действительно было место для тусовки, например, на самом-самом верху. Вот. Ну, то есть, в смысле, на крыше. Ну, как-то вот все анализирую, смотря, как это вообще выглядит. Что-то мне это не нравилось. То есть, чего-то, чего-то явно не хватало. И, соответственно, после того, как я это, как говорится, все вертела туда-сюда, смотрела, я поняла, конечно, чего мне не хватает. Поэтому я решила отделить этот данный участок. То есть, сделать здесь выход, соответственно, поставить лестницу на третий этаж. И, что очень классно получилось, я сделала как раз там проход. Вот. В общем, то крыло, которое получилось там, вот, где лестничная клеточка, да, получилось так, что идет вверх. Мало того, что там еще крыша загибается, получается, она идет еще потом прямо-прямо-прямо. То есть, перпендикулярно вот этому выступу. И вообще, очень получилось замечательно. То есть, в принципе, все отлично так выстроилось. И я сама поразилась тому, что может моя голова. Вот. Да, действительно. Ну, и, как говорится, руки тоже вместе взятые. Потому что подобное выстроить, я не знаю, ну, получилось реально зачетно. То есть, получилось очень круто. Вот. И впечатляет, в принципе. Ну, и, как говорится. Немножко есть такой нюанс. Я не закончила с ландшафтным дизайном, будем так говорить. Вот. И я решила, как говорится, тут добить. Единственное, что я немножко сомневалась, так это то, что вроде бы участок получается общественный. То есть, его можно поставить, например, в центр города. То есть, он очень урбанизированный. Прикол заключается только в другом. Что где-то, вот, например, получался, например, дикий садик такой. То есть, зелень там есть, да, вот. И поэтому я и думала, может быть, огородить или еще что-то сделать. То есть, конкретно, чтобы можно было поставить на участок, например, как в городе, где, например, все вокруг бетон, да. Потому что я же строила на участке, где вокруг получается одна зелень. Вот. Но я все-таки решила совместить это все вместе. И, получается, у меня сделан, как вот где-то вот есть бетон, соответственно, ну, как бы где-то есть выложенная дорожка, вот. Ну, а где-то, соответственно, как такой небольшой дикий садик. В принципе, это все отлично гармонирует. И если, вот, например, потом поставить этот участок, например, что-то, аля как в городе, да. То есть, где будет участок, соответственно, весь-весь в бетоне, да. То есть, ну, как бы я имею в виду в брусчатке или еще что-то, например. Вот, потому что мы же все не знаем, какие в дальнейшем появятся городки в четвертом Симсе. Вот. Соответственно, это будет тоже, можно будет это так и сделать. То есть, покрыть все рядом, вообще все бетоном. И, как говорится, просто оградить вот эти вот небольшие, как говорится, участочки с зеленью, оградкой. И все, будет замечательно. Отдельного внимания, конечно же, заслуживает фонтан. Те гейзеры, которые, соответственно, я стала выстраивать. Потому что я уж подумала, ну все, раз надо добить, как говорится, первый этаж, что, если добить ландшафтный дизайн, пора уже действительно заняться, чтобы это было все гармонично смотрелось и так далее. И, учитывая, что у меня получилось как бы красный, то есть, два цвета, красный и бирюзовый, я решила как-то с ними поиграть, с этими фонтанчиками. Вот. Ну и, соответственно, здесь стала выстраивать. Выстраивать так, чтобы как-то было симпатично и интересно. Надеюсь, вам понравится. Ну вот, мои хорошие, мы и дошли до первого этажа, я расположила двери. Самое главное, как говорится, да, это было понять, что где находится. Но вот, когда я перешла только на второй этаж, я поняла, что, господи ты, боже мой, что же у меня такое получается? Не прикольно, не прикольно, надо с этим что-то делать. Конечно же, бассейн очень-очень меня смущал своей конструкцией. То есть, он как-то вообще смотрелся не просто инородно, а вообще как-то вот, ну, он не вписывался вообще в эту конструкцию. Хотя конструкция сама по себе, даже здание было большой. И в то же время бассейн был маленький. Ну, вот, как бы печально что-то в этом отношении было. Вот, ну, и я ничего кроме не нашла, конечно же, как потом сделать конкретно на весь второй этаж, ну, то есть, большую часть второго этажа, просто сделать бассейн. Вот, так что там это все отлично вписалось, и мне это очень понравилось. Ну, вот, мои хорошие, как вы могли заметить, в принципе, планировка первого этажа так уже как-то ясна. Конечно, я напоминаю, как это я уже говорила ранее, здесь не так много мест, ну, как бы, где можно потусить, да, но в то же время я действительно как бы терялась, где что я буду делать. Вот, ну, я точно знала, конечно же, основная часть, основной вот то, что вот оно идет прям по прямой, да, там будет располагаться, конечно же, самое главное действие, место действия, там будет барная стойка, соответственно, с барноменом. И также я поставила там, насколько я помню, эти, как его, фонтаны вот эти с шоколадом, которые пришли с каталогом «Роскошная вечеринка». Вот, они отлично туда вписались, поэтому если ваши эстены, конечно же, захотят, например, перекусить, клубничка с шоколадом будет то, что нужно. Вот, ну, и, соответственно, как я говорила, да, слева от бара находится туалет. И, единственное, да, напоминаю, он общественный получился, но если даже, если, если его и разделять, может быть, было бы тоже неплохо, может быть, уместилось. Но я не стала потом переделывать ничего, то есть оставила так, как это есть. Субтитры сделал DimaTorzok в холле, вы можете заметить, действительно получилось очень много места. Можете, например, сказать, что «Аня, почему у тебя в холле так много места? Почему он пустой?» Ну, кстати говоря, насчет этого. Мне действительно хотелось сделать акцент на холле, то есть ты заходишь в этот клуб, там, например, строит security, который тебя проверяет в фейс-контроле и так далее, и так далее. Вот, и ты проходишь вот по вот этой вот дорожке, идешь, идешь, то есть везде стекло, то есть вокруг там, я не знаю, свет, всякое такое освещение, прям все блестит. Круто, 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 вообще сияет, и ты понимаешь, что ты реально находишься вот в клубе. Вот, то есть такой клуб и все. Да, единственное, я потом пожалела, что, может быть, надо было сделать все-таки, может быть, закрытое помещение для клуба, но потом подумала, вообще-то клуб, он используется, как правило, конечно же, ночью, поэтому зачем, как говорится, когда ночь, да, тут и так темно, поэтому окна, даже то, что здесь очень много окон, одно, как говорится, другому не мешает. Единственное, мне очень понравилось, кстати говоря, как я сделала вот как раз место вот это около барной стойки. Ну вот, мои хорошие, я уже почти построила самое главное наше место действия, там, где все будет вообще проходить, и потом подумала, как здорово было бы здесь устраивать вечеринки. То есть, вообще, я так посчитала, что, наверное, чувствую я здесь с имами точно застряну. Вот, мне очень понравилось, в принципе, как я все сделала. Вот эти вот столики с фонтаном, не знаю, смотря вот чем наполните, будет он шоколада, будет он из-за какого-то коктейля, например, фурктового и так далее, так далее, так далее. Ой, там даже из сыра можно сделать. Неважно. Еще бы там не было, да, все это будет настолько действительно гармонировать, и классно будет смотреться на ваши вечеринки, что я прям, не знаю, мне прям очень хотелось уже вот прям сейчас-сейчас сделать, соответственно, какую-то, устроить тусовку. Вот, потому что все-таки... Ой, как я люблю тусовки в Симсе. Да, это моя больная тема. Ну вот, мои хорошие, мы с вами перешли на второй этаж. Это совершилось. Второй этаж, конечно же, как я и говорила ранее, будет здесь вот эта основная комната тоже. Вторая, будем так говорить, основная комната. Она будет заполнена музыкальными инструментами, ну, соответственно, столиками. Опять-таки, напоминаю, почему столики, откуда это все появилось, потому что я выбрала параметр не просто бар, вот, то есть где заведение будет стоять барная стойка, и вроде бы как бы все, там, музыка и так далее. Ну, то есть как бы стереосистема нужна, и все. Здесь, конечно же, я выбрала параметр коктейль-бар. Вот, как говорится, где собака зарыта. Вот, очень, кстати, классная в этом отношении получилась комната. Вообще, сразу вот, особенно ночью, получилось такое освещение классное, что ты заходишь и реально понимаешь, что вот сейчас, вот, я не знаю, соберется какая-нибудь толпа, которые рассадятся по столикам, и будут слушать живую музыку. Это то, как раз, чего я добивалась, создать именно такую атмосферу. Вот, что вот такая тихая, спокойная, непринужденная обстановка, где действительно можно посидеть и отдохнуть. Также сзади и стену, как раз вот за инструментами, то есть, получается, где сцена, да, я решила все-таки сделать из-за кирпича, и он вообще отлично туда вписался. И так как у меня было заведение коктейль-бар, у меня не было возможности сделать другую вывеску. Но так как мы с вами, как говорится, мы с вами же хитрые, мои хорошие, я сделала на время, можно сказать, поменяла параметр с коктейль-бара на торговлю. И как раз взяла оттуда вот вывеску, которая пришла как раз в торговлю. То есть, по-другому просто ее было не взять, вот эту вывеску, и как раз там над вот этой сценой повесила. И вообще такой эффект классный, просто потрясный получился, что, блин, не знаю, ты заходишь и думаешь, вот сейчас вот как вывеска. То есть, она стоит реально как вывеска, и это вообще, я не знаю, это потрясно. Смотрится вообще очень круто. Ну, сейчас, мои хорошие, вы можете заметить, что я уже сделала как раз бассейн, как я и говорила, он получился на весь второй этаж. И так как я оставила на паузу, можно сказать, за кадром, я поменяла, как вы могли заметить, уже цвет освещения. То есть, где-то, где-то цвет освещения красный, где-то цвет освещения, то есть, обычный, а где-то он вот такой вот бирюзовый. Вот, и это мне очень понравилось, я прям влюбилась в этот цвет, как я и говорила ранее. И вообще, сочетание, оно очень классное получилось. Ну, а здесь сбоку я действительно решила расположить как раз такое место для лаунжа. То есть, вы можете спокойно посидеть там, я не знаю, или передохнуть, например, послушать просто спокойную музыку, например, из стереосистемы. То есть, если вы, например, устали слушать живую музыку, или, например, вам там слишком людно, да, ну, или если вам людно, соответственно, в баре находиться. Вот, вы можете пойти там, место, где, соответственно, можете просто посидеть на диванчиках. Ну, и отличным завершением, я считаю, в данном участке, это, конечно же, именно расположение всяких нюансов. И самый главный нюанс был, это именно вот эта тайная подсветка, которую можно разблокировать, конечно же, кодом by the bug, будем так говорить, он примерно, то есть, режим отладки, иными словами. Вот, через режим отладки, вот это освещение, оно самое яркое, самое, что ни на есть, вообще идеально для данного участка, потому что в дальнейшем я использовала это освещение как раз для фасадной части, вот, и оно отлично вписалось, потому что оно так стало сиять, то есть, этот фасад, он просто прямо, прямо вот ночью, это непередаваемо создает впечатление, то есть, всякие софиты и так далее, так далее, освещение, все это так гармонирует, все это так впечатляет, что это очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а на третьем этаже я расположила, как я уже и говорила, конечно, там будет находиться бассейн, очень просто, огромный бассейн, как раз просто для тусовки, если вы пришли с большой тусовкой, вообще идеально, вот, ну и, соответственно, дабы где было место посидеть, то есть, не обязательно было идти, например, вниз, то есть, на первый этаж, да, где бар, вот, тут я расположила, конечно же, рядом джакузи и диванчики, чтобы можно было действительно отдохнуть, ну, а там, где место с бассейном, я поставила просто два креслица, где можно было спокойно передохнуть перед новым заплывом. Ну, что ж, мои хорошие, как говорится, самое главное на этом участке не потерять голову, не потерять голову, да, от того, с кем вы можете встретиться на данном участке, ведь название данного участка называется «Одинокая роза», мало ли, с кем вы познакомитесь, новых ваших сим-знакомств или приятного времяпрепровождения. Ну, что ж, мои хорошие, все сделаю, напоминаю, осталось во всяких маленьких нюансах, которые я постепенно расположу, которые постепенно добавят и привнесут на данный участок всяких интересных элементов, всяких интересных моментов, вот, я надеюсь, это вам понравится. Скачать данный участок вы можете, как обычно, и как всегда, по хэштегу «Миссина Чарли» или «Ориджин Адей» «Миссис Чарли». Вы сказали, если нравится или не нравится, ставьте пальчики вверх, если хотите больше подобных видео. Ну, а с вами была Костисна, «Миссина Чарли», и я вас очень люблю. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok